АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы принять порядок понятий и определений по чему-либо, либо по работе, либо по какой-то конструкции. И вторая задача ГОСТа – с точки зрения потребителя дать потребителю единое понимание того предмета, чем он пользуется. Когда человек едет в гостированный кемпинг, он четко знает, что в этом кемпинге он найдется именно то, что он ожидает. Это очень важно, потому что до настоящего момента, в принципе, и сейчас продолжается, вот такая вот каналия техников, и глэп, это вообще новая тема. То есть каждый видит по-своему, каждый стоит по-своему, не разобраться, что действительно техник, а что нет, это практически невозможно. Собственно говоря, это была и основная задача определения всех подных по кимпингу и отработки ГОССа. ГОСС называется ГОСС 58887-2018, в 2017 естественный год. Он, его можно скачать, он может посмотреть. У нас на сайте есть полнейший комментарий к каждому бунту ГОССа. Они очень-таки разъемные, здесь всего, как бы, кратности и презентации их нет, но вы можете залезть к нам на форуме, там найти комментарий к ГОССу 58887. Еще вот важнее несколько замечаний. То есть данный ГОСС был разработан с ученым-герогизмом опыта, это очень важно. Мы применяли те принятия стандарта, которые приняты во всем мире. Скажу, что в каждой стране по разработке и принятию ГОССа занимается непосредственно национальная ассоциация. Есть ГОССы у каждой страны, например, у Германии свои ГОССы, у Дании свои, у Швеции свои. Но, в принципе, если их рассматривать внимательно, они практически одинаково отличаются детально. То есть, например, у немецких ГОССах больше уделяется вниманию безопасности, то есть там строгие, более строгие требования по пожарной безопасности, чем, например, у шведов или у итальянцев. Но смысл практически везде одинаковый. Поэтому были взяты за основу иностранный опыт и сделана адаптация к российским условиям. Следующее очень важное замечание. ГОСС, тот, который сейчас разработан, это не истинно последняя станция. Жизнь идет, меняется, возникают новые какие-то вызовы, новые технические решения. Поэтому мы четко осознаем, что этот ГОСС будет стоянно дополняться, относиться к коррективам. И, конечно, это некая живая тема, которая будет со временем трансформироваться в потребности автотуристов и трамвайнов. И еще одна очень важная тема. Значит, у нас есть такое понятие, как добровольное применение ГОССов. Есть ГОСС добровольное применение, есть ГОСС обязательное. ГОСС обязательное, они относятся к безопасности, в первую очередь. То есть, то, что обеспечивает безопасности в любви или в государственном уровне. Да, мой ГОСС, это подпадает под закон постгомертизации, значит, его добровольное применение. Чтобы было понимание еще раз, если вы строите ГОСС, вы можете устроить его по ГОССу, либо так, как вы хотите. Но если вы построили по ГОССу и написали, что мой ГОСС соответствует ГОССу, о котором мы говорим, то в кемпинге должно быть все соответствует этому ГОССу. Если вы не готовы, то следует ГОССу, вы можете делать что угодно, называть это кемпингом. Но потребители будут понимать, что им никто не гарантирует то качество, которое гарантирует ГОСС. Для кого и зачем? Ну, в принципе, я уже обозначил. Основная миссия ГОССа – это обозначить тот минимум, основные составляющие, что передо мной Андрей Вячеславович уже обозначил, 5 вещей, мы к ним сейчас вернемся. Но смысл любого ГОССа – это дать пенедийный аппарат. То есть, что и как называется, и как обозначается, как это выглядит. Еще очень важное замечание, которое необходимо по-любому, кто занимается инфраструктурой для автотуризма. Говорили вчера, говорили сегодня, будем говорить всегда. Самое важное, что любой кем, который занимается инфраструктурой для автотуризма – это вторичная тема. То есть, самое важное – это все-таки точка протяжения, это то, на чем построен весь автотуризм. Есть точки протяжения, туда едут туристы, приедут точки протяжения, устроим инфраструктуру, которая наиболее подходит к этому месту и удобна для автотуристов. Поэтому сначала мы определяем место, определяем, вернее, сначала точку протяжения, потом место, потом бизнес-планом рассчитываем, летаем от стенника, делаем его специализацию, и только после этого, соответственно, бизнес-модель подвергается к каким-то расчетам. Еще один вопрос – квадратизация и классификация. По аналогии с гостиничным хозяйством у нас долгое время была доброкольная классификация гостиниц по звездности. Надо понимать, что квадратизация и классификация – это два разных понятия. Стандарт – это определение какого-то минимума, которое должно быть соблюдено в участии в кейпинге любого качества, любого размера. А классификация – это уже некое деление на категории этих кейпингов. Поэтому вот это надо учитывать. И опять-таки по классификации – это следующий шаг, до которого мы должны все вместе дойти, потому что так же, как и в гостиничном хозяйстве, кейпинг является средством обмещения, и рано или поздно будет введена классификация кейпингов. Но это еще и позже. Пока мы говорим только о стандартах. Введены в первые стандартах понятия питча, но не буду останавливаться, понятия кемстоянки, кейпинга. Сейчас Государственная программа проходит закон о поправках к закону о туризме, где эти понятия будут узаконены на уровне закона о туризме. Надеюсь, это будет принято. Это будет уже второй документ официальный, где эти понятия будут запреплены законодательно. Пока это только в этом гости. Также еще есть понятие объекта кейпинга, смещения. Чуть позже покажу, что это такое. Ну, парк питч. Мы уже знаем, это фазовые единицы любого кейпинга. Это аналог номера гостиницы. Это то, что человек покупает, когда он заселяется в кейпинг. Питч должен иметь определенную территорию. И на этой пище могут останавливаться различные, не аналогично говорится, различные средства кейпинга размещения. То есть средства кейпинга размещения. Можно как сам пич возъезжать в астрономию, так и различные мобильные конструкции, пункты всякой экзотики. Главное условие – это некая питание составных конструкций. По кейпс-стоянке тоже уже в будущий раз объясню и в следующий раз напомню, что по сути кейпс-стоянка – это тот же самый кейпинг с специализацией транзии. То есть среди них рассматривается большая коррекционная составляющая, нет детских площадок, и сам кейпинг максимально, можно сказать, заточен под то, что перехватывает транспортные потоки. На каких землях можно строить кейпинг? Основные категории земель, на которых кейпинг можно сложить, это земли населенных пунктов, земли лесного полна и земли основных, они территории и дабжи. У нас вчера празднула с Горой, здесь есть наши участники, которые в Ленинграде столкнулись с проблемой земельной, она очень сложна до конца, нету, сразу говорю, что нету единого решения четкого. В каждом случае в разных регионах решения о размещении кейпингов на земле могут немножко разниться. Но категории земли, которые указаны в госпитете, это те категории, на которых закон разрешено размещать кейпинг. И самое главное, те самые пять причин, по которым любой гейм может считаться кейпингом. Очень вкратце. Это базовый треугольник, гейпсер-5, при соблюдении которых кейпинг можно назвать кейпингом. Несомлюдение какой-то одной из составляющих ведет к тому, что гейпинг посовет не попросту. Первое. Это подготовленные огороженные территории, определенные площади, с которыми доступно здесь чинить безопасности. Слово «огроженное». Огороженное – это значит обозначенное. То есть вы оградите гейпинг, можете либо трехметровым забором, либо ленточкой, либо у вас там, не знаю, человек с собакой будут каждые две минуты нарезать другие. Это тоже огороженное. Главное, что оно было контролировано и непонятно. Потому что когда в лесу располагается гейпинг, идет там гейпинг, мы можем четко понимать, что вот здесь гейпинг, а вот здесь уже не гейпинг. Поэтому, собственно говоря, очень важно обозначить территорию гейпинга. Как это уже, опять-таки, пост настолько сделал гейпинг, что дает это право на отбук владельца, как он будет обозначать, либо с заворами, либо с посадками, либо еще как и так далее. Потому что территория должна быть обозначена. И вход должен быть контролирован. Это очень важно. Следующее. Устройство различных обозначенных мест – размещение туристов тысячи, размера и количество которых зависит от общей площади и конкретики размещения. Каждый человек, который заселяется в гостиницу, платит за конкретное помещение, он понимает, что если он снял номер, этот номер его на время, он его арендовал то же самое, так что в любом месте невозможно построить какие-то по лесу на поляне. И потом, сказать, ребята, заселяйтесь в одном своем линии, какая площадь ему нужна для палатки, у второго, у третьего, у четвертого. Приезжает на автодомник и говорит, подвиньтесь, ребята, у него есть немало. То есть, чтобы все было правильно, но каждый пич, так же, как и свой номер, должен быть в своей границе. Это важно. То есть, человек должен понимать, что он платит и что входит в то, что он оплатил. Поэтому это вторая составляющая гейминга. Третье, ну, Андрей, уже не оговорил, отличать административного, но он-то с понятной, удобной онлайн или отлайн-системой, получения туристов, информации, всех необходимых услуг. В любом угге, в любом средстве размещения должна быть точка, где человек получает полностью всю информацию, которая ему нужна. Эта точка опять отдается, в каком виде она может быть. Но владельцу, хотите, строите модуль, хотите, строите какой-то временный блок, хотите, что-то такое серьезное, хоть стул поставьте, на него будет лежать телефон, этого будет уже достаточно, если это будет связь с администратором. В автоматических, тем самым обстоятельствах, в ежедневных функциях информации, это автоматический шварбал, барканат, куда вы оплачиваете, или рядом с общей связи с администрацией. Человек нажимает, сразу получает, сколько стоит, как стратегично возникает, и снических вопросов, по крайней мере, вы можете сразу быстро выяснить. Там сливается вода, либо куда доедет, либо куда доедет. Это важно, то есть вот этот пункт получения информации, он должен быть в любом этнике. Ну, про это даже, наверное, и варенье есть свойства. То есть, самые злые должны быть. По вопросу, для тех, кто интересуется, как они привязаны к количеству мест, после четко рекомендируется, сколько таких санглот, сколько туалет, сколько душевых, должно быть на определенное количество пищи. И пятое, последнее, то есть, что делает кеппинг универсальным, как для домов, так и для туристических автомобилей, это наличие технического обслуживания. То есть, как минимум, в кеппинге любой звездности, даже там одна с бюрзочным, двое с бюрзочным, то есть, он сделал по госу, должно быть одно, как минимум, место для слива, серой воды, одно место для залива чистки, и одно место для слив, косетки у туалетов. То есть, это важно, потому что даже для остановителей с палатки, если вы не приезжаете, то есть, вы должны иметь возможность где-то набрать воды и подключиться к электричеству. Ну, и заключение, самый важный вопрос, который мне всегда задается, то есть, зачем нам вообще эти посы нужны, в принципе, то есть, не очередание для этого кормушки, причем он недобростроительный. То есть, сейчас нас всех загостируют, зарегулируют, и потом начнут проверки, и все остальное. Сразу скажу, значит, первое, знание законов, или не знание законов, не освобождает от ответственности. Госпот, дело добровольное. В первую очередь, это будет создан для того, чтобы инфраструктура, автуризма в России, ну, приняла какой-то упорядоченный вид. Дальше, опять-таки, если вы хотите строить по госту, вот вам замечательная памятка, замечательное руководство, что нужно сделать в первую очередь. Не хотите, то есть, хотите, чтобы у вас было свое видение, либо как-то там, свой творческий подход, это не проблема. То есть, у вас никто не обязан приятать. Но, взвесьте все сзади и прочее. То есть, строя там что-то свое, то есть, вы рискуете получить непонимание с путешественниками. И, опять-таки, естественно, любые структуры будут в первую очередь обращать внимание и в первую очередь помогать в связи последних событий тренда тем владельцам, которые все-таки принимают значимость госта и пытаются их воплотить в жизнь. Если есть вопросы, вы можете ответить. Все, спасибо. Вадим, у меня вот буквально вопросы. Конечно, я понимаю опасения, что гост, это, как правило, отключает в себя не только эти стандарты, которые радостно и гарантируют потребителям определенный набор услуг и площадь, согласно нам, классу, и его транспортное средство или дружину, которые он заканал. Но, вот, как вы считаете, насколько, вот, имеющиеся активность, придется дополнительно вложиться в свою инфраструктуру для того, чтобы им соответствовать этим гостам, если они будут обязательны. То есть, капитальные вложения вето, какие-то значительные улучшения. Опять-таки, надо смотреть на каждый конкретный гейминг, потому что большинство геймингов, по крайней мере, которые себя так называют, у них уже из этих пяти пунктов практически все есть и так. То есть, это надо просто несколько адаптировать и сделать правильно, понимая саму основу. Если это кемпинг, вот, как у нас, как правило, первая линия кемпинг на побережье, то что такое кемпинг российский на российском побережье? То есть, это такой Шанхай, когда это у нас ворота, и стоящий на воротах владельцы кемпинг говорят, ребята, поплотнее, поплотнее туда, напекать. И вот это возникает, значит, машина к машине, между ними тенты натягиваются, там, дорожки, естественно, нет, один там, потом за это, справляет, на все это, так сказать, братья, вот, это привести в порядок, конечно, будет сложнее, но опять же, все зависит от этого самого владельца. Если у владельца в голове, то есть, северную прибыль, да, то есть, найти как можно машину, ну, и делать ничего не будет, то есть, ему это не надо. Если у человека какое-то долгосрочное понимание, какой контингент ему поедет, и принимать на кого он будет работать с любой аудиторией, он будет вынужден сделать правильно. И его бизнес от этого только выходит, потому что он получит другую из кем-то аудитория, с другим городом договора, с другим подходом, и совсем другим перспективом. Понятно, да, но другой подход, наверное, как раз то, что мы должны все выработать, для того, чтобы это все развивалось. Спасибо.